Сколько историй мы слышали только за последний год, как отдав деньги за квартиру, лишались и денег, и квартиры, просто не проверив ее перед покупкой. Сегодня вам расскажу о том, почему важно провести осмотр квартиры перед сделкой и что нужно проверить, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Меня зовут Клышин Алексей, начинаем. Что такое проверка квартир? Это ряд процедур и проверок, которые покупателю необходимо сделать перед сделкой. И направлены они на минимизацию рисков и возможных проблем в будущем. В каждой квартире, которую вы хотите купить, есть риски, о которых либо не знают продавцы, либо знают и пытаются скрыть. И задача покупателя определить эти риски. Мало того, определить, так нужно еще и собрать подтверждение, что этого риска нет. Ну то есть доказательство какое-то на случай, если вдруг будет какой-то суд. Наше законодательство, к сожалению, очень мало защищает покупателя квартир. И гарантом юридической чистоты сделки является только дотошность покупателя и умение разбираться в деталях, видеть риски и уменьшать их. Многие покупатели покупают квартиры несколько раз в жизни. Ну возможно два, кто-то три, кто-то, не знаю, четыре. И когда ты такое маленькое количество сделок проводишь, то очень многие в детали не хотят погружаться. Потому что там миллион нюансов, и невозможно все это удержать в голове, если тебе это нужно, ну не знаю, один раз купить квартиру на следующие 10 лет. Покупатели пытаются переложить ответственность по рискам на кого-то еще. На риэлтора, на банк, на нотариуса. Но, к сожалению, так это не работает. Давайте разберемся, как же это действительно работает. Читаю ваши комментарии на YouTube, и многие пишут, идите к нотариусу, и будет вам безопасная сделка. А давайте-ка разберемся, а что же нотариус сможет проверить? Какие риски он с вам сможет проверить? Да, есть сделки. Например, договор купли-продажи 99-го года. В 2024-м вы ее покупаете, и там большинству рисков их как бы нет. Ну, они кончились. Все сроки из КВ давности пошли, и такую квартиру можно и без нотариуса купить, не платить ему 35 тысяч рублей за сделку. А некоторые риски нотариусы попросту не могут проверить. Да им это и не нужно, у них нет такой обязанности проверять какие-то риски. Давайте пример, чтобы было понятно. Выбрали квартиру договор купли-продаж 2023-го года. До этого в 2022-м году еще один договор купли-продажи был. Скажите мне, как нотариус проверит, что продавец в 2022-м году был не в браке? Как нотариус проверит, что в сделке, которая была в 2022-м году, а там была ипотека, не был использован материнский капитал? Это не текущая сделка, а предыдущая. Как нотариус проверит дееспособность и сделкоспособность предыдущих собственников? Ну, ответ один никак. у нотариуса нет таких полномочий он и не будет и не обязан это проверять да он проверит текущего да он удостоверит его подпись и все если будет суд нотариус даже в суд не придет получается в части сделок нотариусы классно выполнить свою работу и ее можно будет покупать а вот есть сделки в которых нотариус будет бесполезен там будет полезен только здравый смысл понимание всех рисков и их выявление многие говорят так банк же выдает кредит он же проверяет квартиру он же выверет в залог с точки зрения логики вроде да но что важно банку банку важно чтобы на вас переход права собственности произошел значит банк будет проверять последнего собственника ограничение обременение запреты россии мониторинг суды не более того плюс банк заставит заемщика застраховать имущество кроме сбербанка это делают все ну сделать так называемое титульное страхование и выгодоприобретателям по этому страхованию будет банк то есть если у вас квартиру отберут то страховка выплатит банку деньги и банк заберет свое а вы останетесь без квартиры и без денег наша клиентка покупает квартиру состоящий из двух жилых комнат комп номер один и комп номер два в комнате номер один собственник дочка комнате номер два собственник бабушка они решают сделать проверку в крупном зеленом банке и банк выдает им положительное юридическое заключение что сделку проводить можно без проблем только пусть вам предоставит платежку о том что они оплатили коммунальные услуги класс клиентка засомневалась компетенции банка обратилась к нам за проверкой мы взяли документы которые она подгрузила в дом клик мы взяли документы которые она подгружала в банк посмотрели эти документы и среди прочих там была архивная выписка из домовой книги в которой черным по белому написано что они совсем недавно то есть одна квартира в собственности давно а комнату номер два приватизировали на бабушку получается совсем недавно архивную выписку из домовой книги посмотрели они ее получили в мфц и в банк подгрузили, мы увидели, что перед приватизацией за 4 месяца комната номер 2 была неприватизированная, и там были зарегистрированы бабушка, дочка ее и внучка. Получается, мама с дочкой перед приватизацией за 3 месяца выписываются из неприватизированной комнаты. Самое интересное, куда они выписываются в комнату номер 1 в этой же коммунальной квартире, где черным по белому выписки написано это. Тем самым они это для чего сделали? Для того, чтобы они лишили ребенка собственности, ну то есть по большому счету кинули его на долю, которая должна быть у него в этой квартире. И когда этому ребенку будет 18 лет, у него будет право оспорить такую сделку. И все это написано в документах, которые увидел банк, и к сожалению, банк принимает правильное решение купить. Когда мы клиенту рассказали о всех рисках, он был в шоке. Кстати, у меня по этому поводу есть отдельное видео, в описании можете посмотреть, как это выглядело со стороны банка и с нашей стороны. Ну а для других гарантом является Росреестр. То есть они говорят, что слушайте, если переход права собственности произошел, Росреестр это все зарегистрировал, тогда все законно. К сожалению, так это не работает. Не все законно. Росреестр не проверяет подлинность документов, ну не всех он может проверить. Справку из банка о погашении кредита он, наверное, проверить не сможет. Росреестр не может определить круг наследников, к сожалению, и может зарегистрировать переход права собственности, а потом найдется наследник, который не знал, не видел, лежал в больнице, парализованный был и так далее. Который не мог заявить о своих правах, и потом у вас квартиру могут отнять, которая зарегистрирована в Росреестре. А бывает еще и хуже. Один наш клиент пришел к нам за проверкой объекта недвижимости и говорит, я хочу вот эту квартиру. Ее быстро продают, и нам нужно, чтобы вы проверку мне сделали за два дня. Мы говорим, это невозможно. А почему такая спешка? Он говорит, блин, очень супер шоколадная цена на 2 миллиона рублей дешевле рынка. Мы говорим, ну давай-ка разберемся, дай нам документы. Мы прямо сейчас экспресс проверку тебе сделаем. 15 минут времени посиди. Отправляем задание юристу. Юрист берет договор купли-продажи, открывает сайт судов и видит, что по квартире куча судов. Смысл истории таков. Парень попадает в тюрьму, у него умирает мама. Он на друга пишет, вызывает нотариуса в тюрьму, пишет доверенность на оформление наследства на его имя. Друг его подделывает доверенность, оформляет квартиру на какое-то третье лицо. Потом они эту квартиру перепродают. Парень, который сидит в тюрьме, об этом узнает. Родственники помогают ему нанять юриста. Они в Росреестре все это оформляют, конечно же. Они эту квартиру отсуживают. Они получают решение суда о том, что право собственности оставить за Ивановым, который сидит в тюрьме. Но только Росреестр об этом не знает. Суд вынес решение, а Росреестр об этом не знает. И Росреестр спокойно регистрирует переход права собственности. Эти жулики попытались продать эту квартиру другому человеку, но, к сожалению, мы попались на их пути. С нашим клиентом это не удалось. И получается, что есть решение суда, которое говорит вернуть квартиру назад. А Росреестр об этом может узнать только когда ему это решение сюда принесут, а принести некому. Парень в тюрьме сидит. Как после этого можно доверять Росреестру, что если все зарегистрировано, все правильно? Ну, по крайней мере, мы не доверяем. Конечно же, проверку квартиру нужно начинать с самого первого и главного этапа. Это выписка из ЕГРН. Я хочу, чтобы вы поняли, что все документы, которые вам показывают собственник, ну, например, у него, возможно, там старое свидетельство о праве собственности, и это всего-навсего бумага. А вам нужна выписка из ЕГРН, потому что только в ЕГРН содержатся достоверные сведения. И первое, что необходимо сделать, это получить ЕГРН на объект недвижимости. Можно попросить при вас, продавца, заказать онлайн-выписку из ЕГРН, либо сделать это самостоятельно. Ну, посредством, там, в МФЦ можно сходить заказать, на сайте Росреестра заказать, либо можно воспользоваться сервисом таким, как в ГИС Росреестра. Там, кстати, выписка стоит всего 4 рубля 60 копеек. Сергей из Самары выбрал квартиру и внес в нее за даток 100 тысяч рублей. Покупает с небольшой ипотекой в 1 миллион рублей все остальное свои деньги. Он развелся с женой, жена ему часть денег дала, и он покупает для себя новое жилье. Он подписчик моего канала, и он засомневался в покупке квартиры, потому что ему продавцы отказались предоставлять справки из наркопсих диспансера. И он нас привлек на сопровождение этой сделки. Когда он с вами связался, мы спрашиваем, у тебя ЕГРН есть? Он говорит, нет. Почему ты не взял онлайн-выписку у продавца, когда вносил предоплату? Он говорит, а у него госуслуг доступ нет, ну, не оформлено, она не пользуется ими. Женщина там 65 лет. Мы говорим, хорошо, мы не разговариваем даже с клиентами без выписки с ЕГРН. Самостоятельно заказываем ЕГРН через ГИС, она приходит буквально через 10 минут. Получаем ЕГРН, начинаем ее изучать, и там в графе ограничения обременения стоит запрет на регистрационные действия. По номеру исполнительного производства, который там указан, находим, что, оказывается, бабушка должна 700 тысяч банку и не платит долг. И банк пытается взыскать с нее эти денежные средства. То есть она уже суд проиграл. Квартиру нельзя покупать. Получается, Сергей рискнул своими 100 тысячами рублей, не заказав главный документ. То есть без выписки из ЕГРН даже не начинайте разговаривать с продавцом. Причем выписку должны либо при вас заказать и вам ее прислать, либо вы самостоятельно должны это сделать. Это очень важный документ. Примерно 30% объектов, которые на рынке сейчас есть, вы их не сможете купить, потому что продавцы даже не знают, что они забыли оплатить штраф в 5 тысяч рублей в том году. Эти денежные средства из них уже пытаются взыскать через судебных приставов. А судебный пристав, так как денег нет на карте, через 14 дней после того, как к ним подали заявление, уже наложил запрет на регистрационные действия с квартирой. Федеральная служба судебных приставов. Кто бы как ее не хаял, кто бы как ее не ругал, но классный, бесплатный вот такой портал. Для того, чтобы проверить продавца, вам необходимо знать фамилии, имя отчества его и желательно дату рождения, чтобы примерно это все не подбирать. Эти данные можно узнать либо выписки из ЕГРН, которые вам продавец предоставит, либо в документах основания, там договор купли-продажи, дарение, наследство, что у него там было. То есть там везде есть паспортные данные. Просто заходим на сайт ФССП, вводим фамилии, имя отчества и смотрим, какие исполнительные производства у него есть. Что же такое исполнительные производства? Нас интересуют долги и, в общем-то, суммы, которые взыскиваются. То есть если человек кому-то должен денег, и эти деньги он не отдает, люди идут, обращаются в суд, потом выигрывают суд, потом идут условно к судебным приставам и говорят, пожалуйста, заберите эти деньги. Пристав открывает исполнительное производство и начинает разыскивать, где бы взять эти деньги, арестовывая там счета, квартиры, машины, все имущество, которое есть, если денежных средств невозможно найти на счетах. И тут, конечно, все зависит от суммы, да, и вот первый звоночек бесплатный, вы можете посмотреть вот именно там. Звонит нам клиент после вебинара и говорит, завтра сделка, хочу, чтобы вы мне проверили квартиру. Посмотрите, пожалуйста, с моим взглядом на документы, потому что риэлтор-продавца уверяет, что с квартирой все в порядке. Ну а что может сказать риэлтор-продавца? Он же заинтересован в продаже этого объекта недвижимости, он же не заинтересован найти там какие-то проблемы. Это покупатель заинтересован найти риски и попросить какие-то дополнительные документы. Первое, что мы сделали, открыли сайт судебных приставов, ввели туда фамилии, имя, отчество продавца, его дату и год рождения, и мы увидели на сайте судебных приставов исполнительных производств почти на 3 миллиона рублей. А вот выписки из ЕГРН запрета на регистрационных действий? Нет. Это, возможно, ошибка службы судебных приставов, то есть не в том формате Росреестру отправили запрос, и они не наложили действий. Неважно, такое очень часто бывает. Получается, продавец находится в предбанкротном состоянии. И это все можно посмотреть лишь на одном бесплатном сайте. И после проверки покупатель, а если сделка была возмездная, ну, например, договор купли-продажи, рента, либо договор долевого участия, и нет брачного договора, то, конечно же, супругу нужно проверять. И вот этот сайт позволяет бесплатно взглянуть по другим углом на вашего продавца. И вы, скорее всего, сильно засомневаетесь в той истории, которую они вам рассказали, потому что эта история очень часто расходится с делами и с данными на сайте Федеральной службы судебных приставов. Сейчас не совсем стабильное время, и обычно в такое время жулики многих пытаются обмануть. Конечно, это и раньше было в нашей стране, но сейчас в связи с конъюнктурой рынка ситуация изменилась. Если раньше из 10 квартир, которые наш клиент выбрал, начинаем анализировать, то три из них мы ему не можем купить, потому что там есть какие-то риски, которые невозможно покрыть, и клиент не готов их брать на себя. Мы отказывались от трех вариантов. То теперь это число, по крайней мере, в Москве достигло четырех. На рынке недвижимости остался такой осадочек из квартир. То есть, когда был рост, когда все квартиры подряд покупали вот эти квартиры, никто не купил, ну, потому что там все криво. И теперь их тоже невозможно купить, потому что там проблемы с документами. Проверять квартиру перед покупкой стало важно как никогда. Часто жулики маскируются под порядочных людей. Но всегда нужно держать ухо востро. Многие покупатели почему-то надеются, что они на глазок определят, жулик человек или нет. Знаете, вот у меня настолько глазок наметан, что иногда даже я не могу определить. Ну, бабушка сидит, ну, божий одуванчик, ну, говорит, сынок, вот у меня внуки, показывает фотки, так мило разговаривает. Только оказывается, у этой бабушки есть дед, с которым она в браке, но вместе не живут. А этот дед пенсионер. Они вместе с ним купили в браке квартиру, оформили на бабулю. И эта бабуля эту квартиру без согласия деда продала своей внучке. Фиктивным договором купли-продажи без денег. Для того, чтобы внучка ее перепродала и не платила налог. Любую недвижимость необходимо проверять перед покупкой. На бесплатном вебинаре мы вместе с вами разберем все проверки, которые необходимо делать перед сделкой. Разберитесь в этом лично, чтобы не оказаться среди огромного числа обманутых россиян. Вебинар бесплатный. Зарегистрироваться можно в описании к этому видео. При покупке квартиры есть риск в текущей сделке, ну, то есть вот от того, кто вам эту квартиру продает. А очень часто, когда было несколько переходов права собственности, то вы покупаете вместе с квартирой еще и риски по предыдущим сделкам. Ну, например, там была ипотека, и вы не понимаете, был ли там использован мат-капитал, либо нет. Там у вас нет подтверждения, что эта квартира была куплена в браке, либо не в браке. У вас нет подтверждения в предыдущей сделке, что расчеты между сторонами были произведены и так далее и тому подобное. И есть такой классный документ «История переходов права собственности». В МФЦ заказать историю переходов права собственности. То есть Росреестр выдает документ, выписку из ЕГРН, в который фиксируется, что вот в 91-м году была приватизация, потом был договор дарения, потом был договор купли-продажи, потом был договор ренты, а потом был тоже договор купли-продаж. И все вот эти вот переходы, они все видны. И видно, когда собственность возникла и когда она прекратилась. Так вот, покупать квартиру безопасней, когда собственности больше трех лет. Потому что у большинства рисков срок исковой давности, например, на банкротство три года. То есть если человек – предыдущий собственник больше трех лет назад провел сделку, и он объявился банкротом, то вас это никак не коснется. А вот если он объявится банкротом, и с момента сделки его прошло, ну, например, год, или там полтора, или два, и на момент подписания ДКП он уже был кому-то должен, то у вас квартиру могут отнять. Так вот, история перехода в право собственности — это просто кладезь информации, которую необходимо вам раздобыть и изучить. Иванов продает квартиру, которую купил по договору купли-продажи в 2023 году, в августе месяц. Купил он ее у Петрова. А Петров, предыдущий собственник, ее купил у Сидорова и тоже в 2022 году. То есть Петров владел квартирой всего несколько месяцев, причем покупал он ее в ипотеку. У текущего продавца спрашивают, вот ты когда покупал, ты вообще что-то проверял? Он говорит, да, у меня был риэлтор. Он мне все проверил. Класс! Где эти проверки? Дай нам их посмотреть. Что он тебе проверял? Какие документы он тебе заказывал? Что он делал? Он говорит, нет, ничего нет. Он просто мне сказал, что все в порядке. Так может, он ничего не проверял? Да нет, он класс, я ему доверяю. Он все проверял. Но это же слова. Как мы слова можем пришить к делу? Никак. То есть нам нужны доказательства, что, получается, мой клиент хочет купить эту квартиру, а там за один год было три перехода права собственности и три риска по банкротству у трех человек. И там мат-капитал. И там куча всего еще. И он говорит, ну, а я-то чистый, пушистый, белый и прозрачный, текущий продавец. А по прошлому мы не знаем. И у нас доказательств даже нет. Ну, то есть, как мы эту квартиру можем купить? Ее нужно обязательно перед проверкой проверять. И все эти риски выяснять. Стоимость квартиры 16 миллионов рублей. То есть мы должны за 16 миллионов рублей на слово поверить? Ну, я вот на себя на такую ответственность не готов брать. Если вы готовы, то в путь. Начинаем проверять. У нас уже есть история перехода в право собственности. Мы уже поняли, что там много переходов. Открываем сайт Кадарбитр. Берем предыдущего собственника Петрова. Вбиваем его туда. И находим там кучу, 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 кучу совпадений. Фамилия очень известная. Идем другим путем. Берем его ИНН. И вставляем также в строку поиска. И тут уже находим другие немного совпадения, которые говорят о том, что один из продавцов предыдущей сделки является фигурантом суда. Давайте-ка разберемся, что же это за суд. А суд по банкротству? То есть Петров хочет признать себя банкротом. Сам написал такое заявление. И там уже куча, 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 куча документов выложено. Мы их все скачали, прочитали. И поняли смысл, прочитав там 50 документов, которые были выложены на сайте Кадарбитр. Что он взял деньги в долг. Причем он взял деньги в долг до того, как купил эту квартиру. То есть он купил квартиру в ипотеку и ни одного платежа, соответственно, не сделал. До этого у него был еще один кредит, который более полумиллиона рублей. Он был просрочен. Как вообще банк ему выдал кредит, но, видимо, не делал запрос в кредитную историю. Причем банк какой-то там такой небольшой. У него какой-то уральский, который еще на коленке все проверяет. И получается, что он купил квартиру в ипотеку. Несколько месяцев ей владел, ни одного платежа не сделал. На тот момент он уже был собственником. И он эту квартиру продал вместе с ипотекой другому. А тот долг он копился, копился и рос. И потом, через небольшой промежуток времени, он решил этот долг списать. Потому что в общей сложности там и от физлиц, и от юрлиц больше миллиона рублей. Он решил признать себя банкротом. Так вот, он пошел и написал заявление в суд о том, чтобы признаете меня банкротом. А у банкротов все сделки за три года оспоримы. То есть финансовый управляющий, скорее всего, запросит историю владения собственностью у этого Петрова. И увидит, что у него была квартира, что он ее продал. Причем она была тоже с долгом, тоже с просроченным. И банк эти деньги автоматически забрал. У него остались деньги на счету вот в этом банке. А я теперь понимаю, почему такой банк выбрал небольшой. Потому что судебные приставы там не арестовывают счета. У него были деньги на счету. Он мог бы отдать долг, который у него был, но он предпочтел не отдавать его. Не знаю уж, куда он там дел эти деньги. Но вот он решил обанкротиться. И получается, что финансовый управляющий точно увидит. В предыдущей сделке была неполная стоимость. Он и покупал за неполную, и продал за неполную. И получается риск, что эту квартиру финансовый управляющий увидит. И, возможно, захочет расторгнуть договор купли-продажи, чтобы оплатить его долги. Он есть. Готовы ли мы, видя всю эту историю, покупать такую квартиру? Нет. И получается смысл такой, что история перехода в право собственности, она нам как бы открывает глаза на то, куда вам еще нужно посмотреть. Где, какие риски еще есть для того, чтобы их пойти и проверить. И, конечно же, имея перспективу банкротства предыдущего собственника, наш клиент отказался от покупки такой квартиры. А вы бы купили себе такую? Супружеская доля. Я думаю, что ни для кого не секрет. Если вы в браке покупаете какое-то имущество, неважно, на кого вы оформляете, на мужа, либо на жену, то это является общим имуществом. Если у вас только это имущество не разделено, например, брачным договором. И супружескую долю обязательно нужно проверять. Иногда люди ее так прячут и показывают все документы, что невозможно неопытному человеку понять, что тут есть нарушение. Вот простой пример. Муж с женой покупают квартиру и оформляют ее на жену. Все это происходит 6 лет назад. Это была новостройка. Оформили они, значит, они подождали 3 года, потом собственность получили. То есть в текущий момент жена продает этот объект недвижимости. Мы с клиентом выбрали этот объект, пришли на внесение аванса. У нас есть ЕГРН, есть история переходов. И там один собственник, то есть как бы там ни уступок, ничего не было. Документы никакие нам не прислали. Говорят, приходите на аванс, будем разговаривать. Садимся и начинаем разговаривать. Мы говорим, так, супер, значит, вот у вас есть квартира, которую вы купили по возмездной сделке договор купли-продажи. Мы говорим, а где же ваш супруг? Она говорит, он умер. Сделка была 6 лет назад. Мы говорим, как давно? Она говорит, меньше года назад. Мы говорим, так, интересно. Хорошо, были ли у вас у него какие-то наследники были у вашего супруга? Дети у вас есть? Она говорит, да, у меня от него двое совместных детей. Мы говорим, класс. Хорошо, а есть ли у него еще, соответственно, дети? Она говорит, ну, наверное, есть. Я типа не знаю. Хорошо. Вступали ли вы в наследство после супруга? Она говорит, нет, а зачем? У него были кредиты, мы не стали никуда вступать. А что вы сделали? Они говорят, ну просто не вступали и все, не пошли с детьми. Ну что там, ничего нет у него? Хорошо, ладно. А вот насколько вы уверены, что у него нет детей? То есть это первый брак? Она говорит, ну у него вроде был до меня брак еще, я точно знаю. Ну детей там нет. Класс. Мы говорим, хорошо, а эта же квартира куплена в браке? Так, так. Вы должны что были сделать? Вы должны были после смерти мужа прийти к Наталью и сказать, смотрите, вот я в браке покупала квартиру. Наталью должна была это увидеть, разделить эту квартиру пополам. Половина ваша, половина супруга. В наследство супруга должны были вступить вы и двое ваших детей. Ну то есть в одну вторую долю того. По одной шестой доле должно быть укажено. Дети могли отказаться в вашу пользу, и вы бы стали собственником квартиры. Просто у вас одна доля прошла бы через нотариуса, через наследство, и тогда все были бы довольны. И вот я сильно сомневаюсь в ваших словах о том, что вы говорите, что у вашего мужа нет детей. Обычно так делают, когда у мужа, у вашего, либо родители, либо дети живы, которые имели право на это наследство. И возможно они открывали наследственное дело. И мы берем фамилию мужа, заходим на сайт нотариальной палаты, вбиваем его и видим, что наследственное дело по нему открывалось. Начинаем копаться в деталях, кто же у него из наследников жил. Заказываем документы в ЗАГСе и видим, что у него мама живающая, которая вступала в наследство. И дочь от первого брака. То есть получается дочка от первого брака и его мама, вот умершего, они вступали в какое-то наследство. То есть получается, что нам женщина соврала. И получается, эти люди вступили в наследство, но нотариус, когда ЕГРН-ку заказывал, он же не мог увидеть, он же, нотариус же не знает, что вот с этой. А они не пришли к нотариусу. Специально они пошли к нотариусу, чтобы нотариус не понял, что это его жена. Возможно, нотариус бы и запросил ЕГРН на супругу и увидел, что квартира была куплена в период брака. Соответственно, там была бы доля его. Но они, видите, специально скрыли следы, не пошли к нотариусу. Нотариус открыл, посмотрел документы, право собственности ни на что не оформлено. Все на жену. И он выдал им там сверейство о наследстве, там на какой-то, не знаю, там вклад и все. Но самая проблема в том, что как только эти люди узнают, эту дочку узнают, что у его папы могла бы возникнуть доля в наследстве, потому что он в браке купил квартиру и оформил все на жену и умер, и эта квартира должна была пополам разделиться, а этого не сделано, то вот эта дочка может в суд подать. И у нее срок исковой давности, знаете, с какого момента начнется? С того момента, когда она узнала, либо должна была узнать. То есть это может произойти через год, через два, через три, через пять. Ну то есть такую квартиру покупать, это как на бочку с форохом сесть под дождик и фитиль поджать. А вдруг она как бы потухнет, а вдруг фитиль потухнет, а вдруг нет, а вдруг рванет. И когда мы клиенту объяснили риски, он сказал, я такую квартиру покупать не буду. Я не готов на себя брать такие риски. И таким образом супружескую долю, смотрите как, скрыли, не пошли туда, не пошли сюда. И вроде бы все в порядке, один собственник, можно покупать. А что там проверять, другие скажут. Ну вот же женщина нормальная, адекватная, одна. И получается вот таких нюансов в недвижимости миллион. Скрытые наследники. На рынке огромное количество наследных квартир, которые достались продавцу в наследство. Выбрал клиент нашу квартиру один собственник. Наследство по закону. Женщина 45 лет, умирает, будучи в браке. В наследство вступает дочка одна. Супруг пишет нотариальный отказ от наследства. Собственник становится одна дочка. 45 лет. Мы говорим, классно. Увидели мы это все. Мы говорим, хорошо, а где родители жены? Они говорят, в смысле где? Мы говорим, ну где они физически? Ну они что, живые? Они что-то засомневались. Зачем вы спрашиваете? Мы говорим, ну мы хотим понять. Смотрите, умерла женщина. У нее наследники первой очереди. Муж, который отказался. Дети. То есть одна дочка, которая вступила. И родители. А с родителями-то что? Они говорят, ну они живые. Мы говорим, класс. А они что делали? Они отказ писали. Мы говорим, подождите, вот смотрите. Если вот супруг написал отказ, то в свидетельстве о правильном наследстве, которое нотариус выдан, написано. В связи с отказом супруга такого-то. А вот про родителей что-то я здесь не вижу. Они говорят, да и у нас нотариус такой. Они прям к нему, мы их прям ездили, привезли. И они там написали отказ. Мы говорим, ну классно. Если они уже написали отказ от наследства, то пожалуйста, пусть они сходят и возьмут копию у нотариуса. Ну, для меня непонятно, почему нотариус здесь написал про вас, а про них нет. Ну, скорее всего, вы врёте. Скорее всего, они даже не знают, не ходили к нотариусу. То есть, что с ними не так? Они что, болеют? Почему? То есть, нам нужен от них отказ от наследства. Мы без этого не купим квартиру. Они говорят, все, мы сходим без проблем. Через два дня звонят, говорят, не, нотариус копию не даёт. Мы говорим, ну, если нотариус не даёт копию, тогда пусть они новые напишут. Они говорят, да не, они живут в Московской области, там, на границе с Рязанской. Они как бы не поедут. Мы говорим, окей, адрес давайте. Мы сейчас им скидываем документ, они вызываем им такси за наш счёт. Их такси везёт в какой там город ближайший? Рязань, там, что там, какой, Коломна, куда? Везёт их туда, мы договариваемся с нотариусом, отправляем ему документы, нотариальный отказ. Нотариус его готовит, они приезжают на такси за наш счёт. По безналу оплатим всё. Подписывают этот документ, нотариальный отказ. Мама и папа умершие. И, соответственно, на такси мы их отвозим назад. Всё за наш счёт, компенсацию, ещё два тортика. Ну, чтобы им как бы просто так не ходили. Ну, какая проблема-то? И начинается. Ой, да они не могут, сегодня, завтра. Мы говорим, короче, мы не выйдем на сделку, пока они не приедут. В итоге они не приехали никуда и отказа не написали. Наш клиент, когда мы ему сестри сказали, он говорит, я найду их телефоны. Можете мне помочь? Помогли. Нашёл телефон и звонит им. И они ему говорят, что слушайте, а какой отказ? Мы ничего не отказывались, там было завещание. Получается, внучка сказала, что она эту квартиру получает по завещанию. Хотя это наследство по закону, завещания никого не было. И родители, понимая, что там было завещание, они не пошли просто вступать в наследство. А отказ они написали, потому что они эту квартиру покупали дочке. А папа оформил всё на внучку таким образом, чтобы потом эту квартиру продать и купить другую, уже с новой женой. То есть получается, что вот замкнутый круг такой, понимаете? И люди таким образом, они что? Они вот это наследство, они пытаются как-то скрыть. И, друзья мои, когда вы видите наследственные квартиры, конечно, нужно всех наследников в первую очередь искать. Если они мертвы, свидетельство о рождении, если они живы, тогда нотариальный отказ от наследства и так далее. Какие советы можно дать покупателям объектов недвижимости? Сначала мы смотрим все аресты, ограничения и обременения по объекту недвижимости. Потом смотрим историю перехода в право собственности. И всё это делаем до того, как мы внесли деньги, как мы рискнули своими деньгами. Третье, составляем список рисков, которые есть в этой, в предыдущей сделке. После этого мы определяем список документов, которые снимут эти риски. Ну, справка из ЗАГС, например. Документ о полной оплате кредита и так далее. Расписка, да, либо там копия платёжки о том, чтобы договор купли-продажи был исполнен. Потом мы все эти риски и документы описываем в соглашении об авансе. Потом вносим, лучше вносить аванс, потому что он возвратный. Если вы что-то в квартире найдёте под авансовое соглашение, которое защищает интересы покупателя. Это очень важно. После этого берём документы и проверяем сначала квартиру, как минимум по 12 пунктам. Потом собственника. Если с ними всё в порядке, дальше мы погружаемся в проверку документов, которые есть. То есть на квартиру может быть договор дарения, купли-продажи, наследство по закону. По завещанию всего 15 документов основания может быть. И каждый документ основания проверяется по-разному. И в каждом документе основания разные риски. Например, в приватизации есть отказники, есть люди, которых нужно проверить. Например, в наследстве по завещанию есть обязательная доля в наследстве, их тоже нужно найти и так далее. В ДДУ там свои проблемы по проверке. После того, как мы все проверили, все риски описали, нам все документы предоставили, мы эти документы все проверили, мы понимаем, какие риски остались. Мы принимаем решение, готовы ли мы покупать. Ну, например, нет согласия супруга в предыдущей сделке. Предыдущая сделка была там больше трех лет назад. Ну, то есть даже если там какой-то риск, возможно, возникнет, то на нас это мало может отразиться. Соответственно, там взыскивают денежные средства будут с бывшего супруга, а не с нас. И тогда уже принимаем решение, стоит ли покупать квартиру или не стоит. Вот так вот правильнее покупать объекты недвижимости для того, чтобы не нарваться на какую-то неприятную ситуацию. Друзья, если сомневаетесь в компетенции в своей, если сомневаетесь в компетенции вашего агента, если вам не предоставляют, не рассказывают о рисках, не предоставляют документы, ну, то есть доказательства, что этих рисков нет, тогда ищите других агентов, которые вам помогут и проверят квартиру. Потому что из 10 квартир по нашему опыту 4 невозможно купить. Мы работаем и сопровождаем сделки по всей России. На бесплатную консультацию с юристом можно записаться в описании к этому видео. Обязательно посмотрите вот это видео, чтобы лучше понимать рынок недвижимости России. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok